Марго значит Ну теперь понятно Спекулятивный реализм тебя Суд Это вот такой вот уровень аргументации и все такое Ну это правда на нормальной кафедре Нет Ну блять что значит на нормальной кафедре Марго заебался с ими обоссанными Оценочными понятиями Ну то есть На нормальной кафедре тебя обоссут Вот во Франции хуевые кафедры В Англии хуевые наверное кафедры Я не знаю где там В Испании хуевые кафедры В России хуевые кафедры Вот тут не обоссут Но как бы пиписнут немножко может быть Кафедре философии Типа вот если в UCLA ты придешь Скажешь Да UCLA это же единственный вуз по философии в мире Единственный блять топовый вуз Лучше нет Лучше только РГГУ Ха-ха-ха-ха Есть два вуза в мире По выпуску философов Это UCLA и РГГУ Ха-ха-ха-ха Вот они блять братья на век Ебаный врат Больше вузов не существует Запомнили Я вот как бы написал работу по Нику Ленду Тебя пошлют Да блять Ник Ленд Охуенно блять Спекулятивный реализм Охуенно Молодец Это факт Это факт Да действительно пошлют Вот уже по факту послали считайте То есть я это говорю Вот приходишь такой говоришь Марго У Марго ситуация с жизнью Марго Да небольшая ситуация была такая Такой приходит вуз такой Пук-пук Пук-пук блять Я сделал короче доклад по спекулятивному реализму Ник Ленд И вдруг препод такой Пошел нахуй отсюда И Марго такой Ну блять По факту Тебя пошлют И обоссал его просто После этого Маргинал думает Что басывают за спекулятивных реалистов Он так и не понял Что Ник Ленд Он Ну Типа Ну Ну Типа Ну Не то чтобы типа чисто спекулятивный реалист Такой Говорю как человек Который учился Я говорю как человек Которого обоссали Вот Вот если бы он сказал Я говорю как человек Которого обоссали Вот тогда бы я ему поверил На самом деле А так хуйня На философской кафедре И ее закончил Я тоже говорю как человек Который учился на философской кафедре И ее закончил СПБГУ вообще-то Один из лучших вузов страны UCLA кстати я не уверен Что по философии Один из лучших вузов страны А СПБГУ Ну да В США Ну Сейчас уже может послабее Хотя хрен знает Как там по преподам А Это правда Потому что вот В UCLA например Котируется что Помимо аналитической философии Котируется неокантианство Если мы Не относим современное Неокантианство В 21 веке К философии И как бы все Все остальное Это типа Моргиналь Преподаваемая Приглашенными лекторами Иногда То есть Есть там Преподается Хайдеггер и Ницше Но Не Ну на самом деле США По философии На мой взгляд Чисто по моей сугубо Там не знаю По моей скромной оценке Это Одна из самых Слабых стран Слабее может быть Россия немножко И то я не уверен И то я не вполне уверен Ну просто потому что США Она Ну очень техническое В общем-то государство Не очень теоретическое При этом Несмотря на то Что подавляющее число Ученых Там больше чем Во всех странах Они как бы в США Да Ну вот формально Но почему-то Самые топовые теоретики Они Далеко не всегда В США живут Они что-то там Англичане Немцы Там и так далее Из философии Приблизительно Та же самая ситуация То есть Честно говоря У меня есть большие Сомнения в том Что Обучением философии В США Можно гордиться Больше чем Обучением философии В России Ну Россия По крайней мере От США Чем Чем может Россия Похвататься Тем что Россия Она хотя бы Ну Она хотя бы Вот пиздит То дискурс Который Вот у немцев Французов И вот так далее Так далее Так далее А США Сконцентрировалась На более узком дискурсе Все Все короче Аналитик 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 И демоналы В разрезе того Что это философия Заточенная Под исследование Там искусств И так далее У кого? Спекулятивный реализм? Ну там есть элементы Которые позволяют Исследовать искусство Да За спекулятивный реализм Тебя действительно Обоссует В нормальной философской Кафедре А если человек Эстетикой занимается Ему нравятся Там аргументы Какого-нибудь Не знаю Грэма Хармона На тему искусства У него есть Ну то есть Одна из тем Которых он занимается С помощью Своего спекулятивного Реализма Это Ну вот оно Собственно Разбор искусства Если человек возьмет Оттуда аргументы И посылается На Грэма Хармона Его обоссут Или будут на аргументы Отвечать У меня вопрос А что за хуёвый вуз Где люди Обоссывают Просто так Интересный Вуз Да Наверное Желтый вуз Ну вот такие слова У нас баба Салит Ну Понятное дело Что маргинал Он как бы Да Не РГГУ Чувак То есть РГГУ Это РГГУ Это как бы На втором месте Понимаете Говоря В глобальном масштабе Не настоящий вуз Это Россиянский вуз Вообще Не понимаю Какого Ну Не важно Русский Не русский Почему Про РГГУ Ну вы понимаете В каком контексте Я про РГГУ Говорю Я шучу В каком Да В контексте Про РГГУ Но РГГУ Это Ну Среди философских вузов Он Не десятый Даже Наверное Да даже Может быть И не двадцатый Ну 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 То есть Ну Мы берем Москву Там Несколько Мощных вузов Включая РГГУ Он нормальный Он пойдет Там Нормальные специалисты Выпускаются Периодически Но еще по Питеру есть несколько охуеннейших вузов там. Ну, по крайней мере, три, наверное, обгоняют РГГУ. У меня есть подозрение, что обгоняют. Шат, назови топ-10 вузов России для философов. Ну, прежде всего МГУ. Самое первое место. МГУ сильно мощная хуйня. Ее не победить. Ну, то есть очень мощные преподаватели, легендарные преподаватели, которые для СНГ и СССР и вообще для России очень много чего сделали. Очень сильные кадры обычно. Ну, МГУ, короче, собирает себе весь бомонд, весь сок. МГУ это очень сильно. На втором месте с ПБГУ. МГУ с ПБГУ. Вот так вот взяли, да? Потом, в принципе, я бы, наверное, просто... Как это? БФУ вроде бы имени Канта, да? По-моему, он очень тоже хороший, честно говоря. Вот если брать не по Москве, а вот БФУ. Отличный вуз, по-моему. Там и статьи я читал неплохие. Не знаю, нескольких человек. Короче, в принципе, вроде бы достойно тоже. Если бы я не учился в СПБГУ, я бы хотел учиться в БФУ. Ладно. Так вот. Что у нас там еще есть? Ну, берем просто московские разные вузы и питерские вузы РГГУ. Я не знаю, куда он там войдет. Но он явно в пятерку не входит. Сто процентов. В пятерку он точно не входит. В десятку тоже вряд ли. В двадцатку возможно. Может, он там одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Я не знаю. Ну, нормальный вуз российский. Но почему из всех российских вузов кого-то напрягает именно РГГУ? Ну, Никит, я бы заметил, что это Беларусь. Как бы Беларусь, она поменьше. Денежек поменьше. Тоже Путина нет. Москвы своей нет. Понимаете, у нас тут как бы у нас еще Руден есть. Это тоже очень толстая хуйня. Ну, то есть Москва и Питер это реально очень большие города. С очень большой инфраструктурой. Достаточно большой. С большим количеством денег. Для поддержания вузов. То есть, соответственно, ну вот вы уже по Питеру и по Москве наберете много нормальных вузов. Нормальных, хороших, качественных. Если денег поменьше, Путин, Лукашенко полтора миллиарда нахуя дал. Так полтора миллиарда это как полкопейки для Шадова. Пук, рубль. То есть, можешь про него забыть. Если мы говорим про Запад, про реальные вузы. Реальные вузы и, не знаю, симулятивные вузы. А вы знаете, почему вузы не могут быть нереальными? Сейчас я воспроизведу аргументацию Маргинала и Лемона. Знаете почему? Потому что в нереальных вузах все суждения являются ложными. В том числе и суждение о том, что этот вуз является симулятивным, тоже ложное. Поэтому не бывает нереальных вузов. А, блядь, а, сука, американское образование показал. Видели? И видели американское образование. Вот так оно и работает. Ладно, прошу прощения. Ну, как бы, ну, как бы, да. Да, в Кеннезберге, который имени Канта, БФУ он вроде называется. БФУ имени Канта. На философской кафедре в UCLA, к примеру. Потому что я, как бы, могу за UCLA точно сказать, потому что я там учился. Но тебе не... Стоп, Марков, он, по-моему, в СПБГУ уже был. Или мы про разных Марковых. Блядь, просто Марковых может быть много. Популярная фамилия. У нас, на самом деле, в СПБГУ несколько Марковых. Ну, слушайте, если Марков туда перебрался, РГГУ повыше, на мой взгляд, стал еще на ступеньку бы. Ну, то есть, на самом деле, многое от преподавателей зависит. Я сейчас приблизительно даже могу за последние два года, меня не было в вузах пока, да? Я могу себе с трудом представить, какие кадры в каких вузах находятся. Я просто знаю, что СПБГУ потеряло несколько очень топовых преподавателей в свое время. И они ушли в Герцен, РГГА. И, по-моему, статус Герцен, РГГА на этом фоне сильно в моих глазах, по крайней мере, повысился. То есть, тут как-то так. Если вообще смотреть, надо очень сильно разбираться в ситуации. Ну, вот МГУ просто бесспорно. Мощный, там сразу, там, Матрашилова какая-нибудь, там, какие-нибудь другие персонажи. Вот это Васильев, короче. Вот все-все-все-все-все-все, короче, все смешарики, самые главные из философии в России, которые там главные исследователи, самые популярные, самые модные, они, короче, все там. Неожиданно, да, собрались. Короче, полный набор там смешариков весь есть. А у остальных такое. Сергей пишет, UCLA по уровню образования равно колледжу в РФ. Чем-чему гордиться? Я понимаю, если бы он Mighty закончил или еще какую-нибудь такую... Кстати, стоп, а UCLA... Я, кстати, не знаю, какой у него статус. То есть, в принципе-то, да, мы тут хвастаемся американским образованием, а статус-то какой у него на самом деле? Надо думать, надо реально смотреть. Это хер знает просто. И примут диссертацию про спекулятивный реализм. Можешь себе представить? Почему? То есть, если спекулятивный реализм будет полностью доказан, то не примут диссертацию? Серьезно? Почему? Потому что это кал для школьников. То есть, я вот просто не скован. А, это колледж? Бля. Вот, значит, выразился. Филослав пишет, привет. Видел твой видос про защиту диссертации. Можешь сказать, когда ты начал заниматься? На первом курсе, последним или перед отчислением? Ну, я не отчислялся. Я замечу, что я не отчислялся. Я закончил аспирантуру. И я начал писать за год, но при... А, Марков, в смысле, Марков, блядь, который биолог. Бывает. Так вот. Ну, где-то за год начал работать исключительно с тупо над текстом. До этого еще много статей было написано, которые тоже вошли в диссертацию. То есть, работы было много. Академическими вот этими нормами приличия я могу кратко сформулировать, потому что это каос для школьников и тупых пес, блядь. Это не философия. Философия, она про аргументы. Спекулятивный реализм, он не про аргументы. Ни Кленд не про аргументы. Ни Су не про аргументы. Ни Су вообще, блядь, не про аргументы. Аргументы, я тебя уверяю. Да вообще, блядь, не про аргументы. Вообще, я тебя уверяю. Я не читал, но я тебя уверяю, да? Это не аргументы. Я тебе мамой клянусь, что не про аргументы. Ни у спекулятивных реалистов. Вообще ни одного. У всех спекулятивных реалистов ни у одного, ни одного аргумента нет. Вы представляете себе? Вообще ноль. Просто ноль. Ни у претещей спекулятивного реализма. Ни у Николэнда. Там, там, у Дерёжки. У Николэнда-то понятно. Нет. Ноль, блядь, аргументов просто. Это люди, которые не придумали... Ну всё, проще все книги прочитал, все письма прочитал. Ни одного, блядь, аргумента не нашёл, сука. Я так хотел. Ни одного аргумента за всю свою карьеру. Философ, строго говоря, это человек, занимающийся аргументами и мысленными экспериментами. Если ни того, ни того у тебя... Ну, я сегодня, кстати, уже написал про это, ну, в общем, ответочку заранее на стене ВКонтакте. В работе нет. Ты не философ, твоя работа не философская. Это так работает, да, действительно. В западных вузах. В голове маргинал, скорее. Если там нету отдельного какого-нибудь философского, значит, клуба, как, например, Хейдагеровеческое какое-нибудь объединение вот в Стэнфорде, там, где этот Шихан, Томас Шихан, короче, где устроился и преподаёт, соответственно. Или какой-нибудь традиционалистский хок в Гарварде, там ещё что-нибудь в этом роде, да. То есть, наверняка есть какие-то подобные сегменты у спекулятивных реалистов в мировых вузах вполне себе. Но если мы берём средний западный вуз, да, который одновременно и престижный, и репрезентативный, в отличие, там, от Гарварда, который только престижный. То да, у тебя просто не примут твой сраный диссер. А, ну этого Маркова я не знаю, кстати. Ну вот. Про ебаного Николэнда, потому что он, блядь, наркоман. Я не люблю фильм ужасов. И генерат, и хуесос, блядь. Вот, вот, ты можешь себе представить. Да, и дело здесь не конкретно в спекулятивном реализме, а дело здесь в том, что большинство континентальной философии, это как бы хуйня. Можешь себе представить? Да, вот, блядь, это не философия. Это литература, вот художка. А Ницше про аргументы или нет? Ницше не про аргументы, но они у него есть, как ни странно. А вот у спекулятивных реалистов, на всех четырех их учеников не найдется ни одного аргумента. То есть, есть, в принципе, работа из аналитической философии, которая... Я его лицо где-то видел, Никита, может быть, где-нибудь на всяких этих, как там это... Не, ну, то есть, буквально чел, он как бы такой, опа, опа, и все, и обосрался, как бы. И поехали дальше. Аргументов, спекулятивных реалистов нет. Вообще, у всей континентальной философии нет аргументов. Это художка, блядь, это художка, запомни. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!